UFC уже давно является крупнейшим промоушеном в ММА. Более того, бренд стал конкурентоспособен в спортивной индустрии в целом. Турниры собирают все больше зрителей, количество людей, интересующихся смешанными единоборствами, возросло в миллионы раз за последние 15 лет. Тем логичнее стала сделка от братьев Фертита, которые, вложив 4 миллиона долларов в компанию на старте и пару десятков миллионов в будущем, по итогу продали свой актив за 4 миллиарда. Но и, само собой, мы пришли к тому, что сейчас у UFC есть несколько статей доходов. Основная – это, конечно же, ESPN. Но также промоушен немало зарабатывает с проданных билетов и с проданных платных трансляций Pay-Per-View. Вот об этом я и хочу поговорить. Сегодня мы с тобой узнаем 5 турниров с наибольшей билетной выручкой. А через неделю поговорим о пятерке турниров с наибольшей выручкой с проданных платных трансляций. Ставь лайк и начинаем! На пятом месте у нас UFC 200, который прошел 10 июля 2016 года на T-мобайл-арене, что в Лас-Вегасе. Изначально планировалось, что в главном бою юбилейного турнира сразятся злейшие враги Джон Джонс и Даниэл Кормье. Но Джонс тогда переел Виагры, провалил допинг-тест и этот бой сорвался. По итогу Кормье бился с другим любителем Виагры, заплывшим и не особо подготовленным Андерсоном Силвой. Прогнозируемо победил решением, но это был не главный бой. Главный карт выглядел следующим образом. Сейчас посмотрим. Открывали его тяжеловесы Кейн Веласкес и Трэвис Браун. Бой, в котором Веласкес одержал уверенную победу нокаутом в первом раунде. Далее был чемпионский бой в полулегком весе. Жозе Альдо бился с Френки Эдгаром. Бразилец выходил в октагон впервые после 13-секундного унижения от Конора, но нашел в себе силы показать свой уровень. Он перебил Эдгара и стал временным чемпионом в полулегком весе. После них в октагон вышли Кормье и Силва, о которых мы уже сказали. А затем нахимиченный Брок Лесснер завалял на единогласное решение вечно недовольного Марка Ханта. И закрывали все это действие Миша Тейт и Аманда Нунес в бою за титул в легчайшем весе UFC. Аманда тот бой легко выиграла и стала чемпионом. С тех пор, кстати, с титулом она не расставалась. Что ж, честно говоря, карт турнира был далек от идеального. Всего один полноценный титульный поединок и один бой за временный титул. А схватка, которую нам хотели пропихнуть как супер бой, больше была похожа на то, что некогда великого Андерсона Силву, который к тому моменту уже три года не мог выиграть даже в среднем весе, откормили и привели на убой к полутяжелой Дэниелу Кормье. На разогреве всего этого были два увядающих тяжеловеса. Единственное, за что можно было зацепиться, это возвращение Брока Лесснера. Но их возня с Хантом оказалась просто мега унылой. Отсюда и вопрос, как такой печальный турнир мог оказаться на пятом месте по выручке с билетов? И ответ прост. Во-первых, люди покупали билеты из-за громкой вывески Джон С Кормье. Если бы не слетел Кослявый, то никаких претензий к турниру бы не было. Во-вторых, это был все-таки юбилейный 200-й номерной турнир UFC. И люди банально хотели быть причастными к такому знаменательному событию в истории компании. Плюсом, UFC тогда становился мега популярным и набирал обороты на остатках хайпа от Конора Макгрегора. И потому людей, желающих присутствовать в зале, было огромное количество. По итогу мы получили 18202 проданных билета, почти под завязку заполненную T-мобайл-арену в Вегасе. И выручку в 10 миллионов и 700 тысяч долларов США. Четвертое место и самый свежий турнир в нашем ТОПе. А именно UFC 246, который прошел 19 января всего странного года на все той же T-мобайл-арене в Вегасе. Но и тут на самом деле все просто. Этот турнир в ТОПе, потому что главным событием того вечера стало возвращение печально известного Конора Макгрегора после очередного завершения карьеры и простоя в полтора года. Сейчас глянем на весь главный карт турнира. Открывали его Энтони Петтис и Диего Феррейра. Петтис слил, постучав во втором раунде. Далее бились Брайан Келлахер и Одде Осборн. Там исход был тот же, только Келлахер заставил сдаться Осборна уже в первом раунде. После этого дядя Леша Олейник заставил капитулировать Мориса Грина, проведя рычаг локтя. И вот мы добрались до соглавного боя, в котором Холли Холм скучным судейским решением одолела Ракель Пеннингтон. Короче, после пары часов борьбы со сном люди в зале все-таки получили то, за что заплатили свои кровные. На арене появился Мистик Мак, который решил выбрать пробитого в последних своих боях старину Сироны в качестве своей жертвы для красивого возвращения в UFC. А чтобы было еще жестче, все это действие проходило в полусреднем весе. Что примечательно, Нотариус предстал совершенно иным человеком перед этим боем. Он был сконцентрирован, усердно тренировался, а на пресс-конференциях и во время битвы взглядов не то, что не сказал ни одного плохого слова ковбою, а был вежлив и даже пожал Дональду руку. Ну а чем все кончилось в клетке, все и так знают. 40 секунд, разбитое с помощью плеча лицо ковбоя и тики-о после хайкика от Конора. Турнир в тот день посетили 19 тысяч 40 человек. Что касается билетной выручки, то она составила 11 миллионов 89 тысяч и 129 долларов США. Именно это позволило данному, откровенно неинтересному турниру, оказаться на четвертой строчке нашего топа. Бронзу сегодня получает пришелец из далекого прошлого. Турнир, конечно, случился в этом десятилетии, но при этом в самом его начале. Это UFC 129, прошедший в Канаде, в городе Торонто на арене Роджерс Центр, 1 мая 2011 года. Кард турнира получился очень даже неплохой. Что уж говорить, в прелимах сражались Рори Макдональд и Нейт Диас. Ну да ладно, вот каким был главный карт. Открывали его перспективные легковесы Бенсон Хендерсон и Марк Бочек. Бенсон выиграл тогда единогласным решением. Далее полутяж Владимир Матюшенко уже на 20-й секунде боя потушил Джейсона Брилса. В третьем по значимости бою за претендентский статус в полутяжах случился один из самых знаменитых и красивых нокаутов в истории компании. Лиота Мачидо отправил спать Рэнди Кутюро с помощью удара журавля. Это просто произведение искусства какое-то, а не удар. Со главным поединке решалась судьба титула в полулегком весе. Доминирующий чемпион Жозе Альдо впервые после перехода организации век под крыло UFC защищал свой пояс под эгидой нового промоушена. Тогда Альдо уверенно по итогам пяти раундов разобрался с Марком Хомиником и победил единогласным решением. Но и в главном бою вечера народный чемпион икона канадского ММА Джордж Сен-Пьер вышел в клетку против Джейка Шилдса для того, чтобы провести шестую защиту своего титула в полусреднем весе. По итогу Джордж был сильнее и после пяти раундов был признан победителем благодаря единогласному решению судей в его пользу. Это, конечно, был далеко не первый турнир UFC в Канаде, но самый успешный. Арена вмещала в себя 53 тысячи человек, но из-за большого спроса количество мест увеличили до 55 тысяч. И в итоге арена была забита под завязку. Были проданы все билеты и данный турнир держал рекорд по посещаемости вплоть до 2015 года. Пока его не побил турнир UFC 193 в Мельбурне с боем Роузи Холм во главе. Тогда арену посетило более 56 тысяч человек. Сейчас, кстати, рекорд держит турнир UFC 243, который также проходил в Мельбурне. Его посетило чуть больше 57 тысяч человек. Ставь лайк, если не знал. Так вот, 55 тысяч зрителей, конечно же, позволили собрать немалую кассу. И билетная выручка того мероприятия составила 12 миллионов и 75 тысяч долларов США. Огонь! На втором месте T-Mobile Arena и UFC 229, прошедший 6 октября 2018 года. Турнир получился что надо. Открыли главный карт девушки Мишель Вотерсон и Фелис Херрик. В том бою Мишель оказалась сильнее и победила решением по итогам трех раундов. Далее Александр Волков шел к титульному бою и на пути у него стоял Дерек Льюис. Все три раунда Волков мутузил Льюис и уверенно выиграл бой, пока в усмерть уставший черный зверь не попал жестким панчем по забившему на защиту Волкову. Как итог, потерянная по собственной глупости возможность бороться за титул от Александра и победа нокаутом для Льюиса за 10 секунд до конца этого одностороннего избиения. Дальше восходящая звезда полутяжелого веса Доминик Реес достаточно просто разобрал опытного Овенса Сенпрю и победил решением. И вот наконец мы добрались до главных боев этого вечера. В соглавном поединке силами мерились Энтони Петтис и Тони Фергюсон. И эти молодцы закатили нереальную вечерину. Петтис ронял Фергюсона, тот кувыркался и бил локтями, оба рубились насмерть. Но в одном из разменов Петтис сломал руку и к сожалению бой был остановлен врачами, которые не разрешили Энтони продолжить драться из-за перелома. Таким образом мы докатились до главного события того вечера. Без ложной скромности скажу, это событие многие называли боем века. Ведь на сражение вышли Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Все мы знаем как прошел тот поединок. Хабиб тер пол Конором и потом задушил его в четвертом раунде. Дальше был знаменитый полет Орла, прямиком в зрительный зал, потасовка в октагоне между командами бойцов. И это все на радость 20-тысячной толпе счастливчиков, купивших билет на тот ивент. Билеты на такое событие само собой стоили дороже чем обычно. И по итогу UFC срубили 17 миллионов и 200 тысяч долларов только с их продажи. Мощный показатель. Ну, Конор Хабиб, что вы хотели? И золото сегодня у нас получает ивент, прошедший 12 ноября 2016 года в Мэдисон Сквер Гарден. Это первый турнир UFC в Нью-Йорке. Исторический во всех смыслах этого слова UFC 205. Слушайте, по факту могло бы хватить того, что это первый турнир UFC в Нью-Йорке. Люди бы точно купили билет. Но тут еще и три титульника сразу. Думаешь, ну куда круче? Так блин, есть куда. На турнире Конор Макгрегор будет пытаться стать первым в истории UFC двойным чемпионом. Короче, этот ивент был обречен на успех. Без вариантов. Да и главный карт был просто конфеткой. О чем вообще говорить, если в прелимах бились такие столпы ММА, как Хабиб Нурмагомедов и Фрэнки Эдгар? Алло, они бились в прелимах. То есть, по факту, на том турнире Хабиб был на разогреве у Конора Макгрегора. Главные карты открывали девчонки Миша Тейт и Ракель Пеннингтон. Ракель выиграла решением судей. Дальше была жесть. На глазах родной публики, бывший чем в среднем, Крис Вайдман. Отхватил неслабых люлей в мочилове с Юэлем Ромеро. Кубинец поймал голову американца коленом в прыжке. Когда Вайдман решил сделать проход в ноги. Это было жестко. Затем Юана Идженчик без особого труда разобралась с соотечественницей Каролиной Ковалькевич, победив решением в пяти раундах. А после них вышли два полусредневеса. Чемпион Тайрон Вудли не хотел отдавать свой пояс, а претендент Стивен Томпсон не особо-то и горел желанием его отбирать. Бой был, конечно, лучше, чем второй поединок этих джентльменов, но тоже не особо смотрибельный. Хотя там был даже нокдаун. В общем, была зафиксирована ничья, и Вудли остался чемпом. Короче, в процессе турнира он смотрелся нормально. Да и все ждали главного события того вечера. И оно того стоило. В финальном противостоянии сошлись два чемпиона, чем полулегкого дивизиона Конор МакГрегор пришел, чтобы забрать в свою коллекцию титул в легком весе, которым владел на тот момент Эдди Альварес. Сам бой получился скоротечным и абсолютно односторонним. Наториус трижды посадил Альвареса на задницу и по итогу во втором раунде оформил технический нокаут, став тем самым первым в истории организации двойным чемпионом. Конечно, зрители, находившиеся в зале, ни разу не пожалели о том, что купили билет на этот ивент. А таких было 20 с половиной тысяч душ. Неудивительно, что турнир собрал рекордные 17 миллионов и 700 тысяч долларов США и оказался на первом месте нашего топа. Крутой был ивент, побольше бы таких. Теперь ты знаешь, сколько денег на билетах рубит дядька Вайт с самых крупных событий. Скажи честно, знал, что Конор будет почти везде? Или удивился, что целых два турнира смогли заработать и без него? В общем, на следующей неделе сделаем обзор турниров, заработавших наибольшее количество денег, на продаже платных трансляций Pay Per View. Ну а это канал It's Time. Подпишись по-братски, давай добьем тысячу подписчиков, а? Ставь лайк, инфа-то реально интересная. А я, Иван Неуймен, как всегда, желаю тебе крепкого бойцовского духа, только победного настроя. Будь здоров. Один, два, три, поехали. Даль, далее, далее, полу... В соглавном поединке... Ой, нет. В третьем. В третьем по значимости поединке силами мерили... А, нет, это с оглавным же... С оглавным же... Алло, алло. О, алло.